Всем привет! Вот согласитесь, когда я говорю фразу бюджетная тональная основа с лифтинг-эффектом, это звучит очень заманчиво. И сегодня мы с вами будем проверять, насколько это отвечает в действительности, потому что я буду тестировать новую тональную основу от Max Factor, которая называется Radiant Lift. Здесь на бутылочке, помимо еще слова lift, есть еще несколько интересных утверждений. Во-первых, они говорят, что это увлажнение на протяжении всего дня, а во-вторых, что это очень стойкое сияние. Но перед тем, как мы с вами углубимся в обещания, давайте слегка пройдемся по фактам. Итак, тональная основа сделана в Великобритании, здесь 30 мл, это абсолютный стандарт тональных основ, и срок годности у нее 24 месяца со дня начала использования. 24 месяца это очень много, это целых 2 года. Среди консервантов здесь достаточно высокое содержание феноксиэтанола, и я считаю, что на данный момент феноксиэтанол это, наверное, наименее противоречивый консервант из вообще всех существующих, поэтому меня лично это очень радует. Если зайти на официальный сайт Max Factor, то вы знаете, у них такая же тема с краткостью, как и у L'Oreal, они, наверное, у друг друга научились, потому что вот это, это все, что вообще написано про эту тональную основу. И здесь написано, что теперь не нужно выбирать между сиянием и стойкостью, что эта тональная основа освежает уставшую на вид кожу и создает на ней натуральное здоровое сияние, которое продержится на протяжении всего дня. Я предлагаю сейчас переместиться немножко поближе в макросъемку, когда я буду ее наносить, и, в общем-то, будем с вами вместе разбираться. Что касается оттенка, то я себе взяла оттенок номер 47 Nude, это не самый светлый оттенок, по-моему, это второй в линейке, но я подумала, что он мне подойдет, по крайней мере, по сводчам, которые я выбирала. Давайте смотреть теперь на консистенцию. Я очень надеюсь, что здесь есть помпа, а не такая же подстава, как у Estee Lauder. И да, Max Factor не разочаровывает, помпа здесь есть, в отличие от некоторых. Так, что касается консистенции, консистенция достаточно густая, похожа на L'Oréal, на которую я недавно делала обзор. Оттенок, кажется, какой-то чуть-чуть рыжеватый, ну, по крайней мере, это то, что я сейчас вижу в зеркале. Я сегодня взяла абсолютно новый спонж, и вообще, вот когда пользуешься спонжем, периодически со временем вот так вот забываешь, насколько он мягкий, когда он новый, и вроде пользуешься нормально, 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 потом в один момент уже нет, все, это уже какой-то кусок камня просто, а не спонж, выбрасываешь старый и берешь новый, и понимаешь, насколько все-таки он мягенький, когда он новый. Так, хорошие новости. Оттенок мне подошел, отлично слился с тоном моей кожи. Покрытие не плотное, я бы сказала, чуть-чуть не дотягивающее до среднего. Очень в тонкий слой распределилась эта тональная основа, но, скорее всего, это из-за своего очень силиконового состава. Практически незаметный слой сейчас у меня на коже, и в то же время он намного более матовый, чем вот тональная основа, которую я в последнее время использовала. Max Factor нам с этой тональной основой обещает сияющий финиш, но при этом стойкий. Пока прям вот уж сильно сияющего финиша я здесь не вижу. Это скорее, на мой взгляд, ближе к натуральному финишу, нежели к сияющему. Сегодня, кстати, за окном просто невероятный ливень. Такое впечатление, что это какое-то начало октября, а не конец января. У меня вот эта картинка, которая сейчас за окном, вообще не сходится с тем, что должно быть. И, кстати говоря, я себе надавила тут, по-моему, три помпы я выдавила с самого начала. И я, по-моему, даже половину не использовала... Нет, ну, вру, половину я использовала. Эта тональная основа очень хорошо растягивается по лицу. Вот прям действительно я очень сильно погорячилась, когда первые пару помп выдавила. Единственный трабл, который я сейчас замечаю, это то, что, по-моему, эта тональная основа окисляется, потому что я вот прям вижу четкую линию между подбородком и дальше шеей, хотя сначала я ее не видела. И нет, я неправильно сказала, не окисляется, потому что окисление происходит именно на протяжении дня, а эта тональная основа, скорее всего, чуть-чуть темнеет, когда усаживается. И эта характеристика свойственна вот таким вот очень силиконовым тональным основам. Вот если вы когда-то пробовали Fenty Beauty тональную основу, вот она точно так же себя ведет. Когда ее только наносишь, лицо прям совсем светлое, а потом оп-оп-оп, и когда она чуть-чуть подсыхает на лице, она становится немножко темнее. Поэтому сразу вам такой совет, если планируете заказывать, особенно по интернету, скорее берите светлее оттенок, нежели темнее. Что касается моих первых впечатлений, то пока что мне очень нравится, что я вижу в зеркале. Эта тональная основа, скорее всего, понравится тем, кто любит немножко более такое матово-бархатистое покрытие, вот такой вот именно финиш, нежели какой-то очень сияющий. Мне очень похоже на Estée Lauder, и даже не Double Wear, а Double Wear Nude. И хотя Double Wear Nude намного более жидкая, все равно вот в финальном результате на лице они очень даже похожи между собой. Ну, по крайней мере, в начале дня. Что будет в конце дня, мы с вами еще увидим. Еще среди характеристик это среднее покрытие, натуральный финиш, потому что вот сейчас прошло буквально, может, минут пять с момента нанесения, и я вижу, как она все-таки начинает сиять. Больше особо мне добавить нечего по поводу этой тональной основы, поэтому давайте я сейчас полностью закончу макияж и вернусь к вам для того, чтобы еще немного о ней поговорить. Ну что ж, макияж я закончила, но добавить мне особо нечего, потому что, мне кажется, по главным пунктам я прошлась еще тогда, когда я ее только наносила. Вот если описать ощущения, которые я от нее получаю, то это скорее такой тонкий пудровый финиш, нежели какой-то более плотный и сияющий. Вот, к примеру, я недавно делала обзор на вот эту тональную основу. Это тоже как бы анти-эйдж тональная основа, Age Perfect от L'Oreal. Вот она намного более плотная по своей консистенции и по ощущениям на коже. Она гораздо более перекрывающая какие-то недостатки и гораздо более сияющая. Вот это же приближено к натуральному финишу. Естественно, я сейчас добавила хайлайтер, также на мне еще фиксирующий спрей, поэтому общий макияж, естественно, выглядит более сияющим, чем если бы я ее просто нанесла на лицо. Но, тем не менее, она мне вот из всего, чем я пользовалась, больше всего напомнила как раз-таки вот эту тональную основу от Estee Lauder Double Wear Nude. Единственное, чем отличается Max Factor, и мне кажется, не в самую лучшую сторону, это оттенками. Оттенок, вот конкретно у меня 47 Nude, он немножко странноватый. Вообще на сайте они написали, что эта тональная основа может освежить увядшую кожу, и мне кажется, что может быть как раз-таки за счет оттенка они это и пытались сделать, потому что оттенок, когда он подсыхает, вот я его специально сравнила вместе с L'Oreal, L'Oreal становится более таким похожим на мой тон кожи, может быть чуть-чуть темнеет, а Max Factor становится каким-то таким выраженно персиковым. И почему я сказала, что, собственно, за счет тона они пытаются сделать вот это освежение, потому что другой причины, кроме как этой, я не вижу для того, чтобы делать тональную основу с персиковым подтоном. Крайне редко можно встретить такой подтон, это либо должна быть очень широкая профессиональная растяжка, ну, либо это тона, которые вот занимают как раз-таки вот эту нишу для освежения. Помимо этого, сейчас на лице у меня вы эффект видите, поэтому сами можете рассудить, насколько меня она освежила или же нет. И сейчас я хочу перейти к кадрам при дневном освещении, хотя на самом деле, вы знаете, вот это тот день, когда дневное освещение вообще, в принципе, бесполезно, потому что на улице ужасно плохая погода, и хотя сейчас всего час дня, то есть должно быть максимально светло, такое впечатление, что сейчас часов 7 вечера, очень темно, дождливо, угрюмо, поэтому я, конечно, постараюсь максимально передать, что я смогу с помощью камеры, но я вам также дополнительно для большей информативности вставлю макросъемку при вот этом искусственном освещении. Мне кажется, это будет гораздо более информативно для того, чтобы посмотреть, как она все-таки выглядит вблизи и сложить какое-то впечатление. Еще, кстати, я забыла рассказать, я когда рассматривала себя с блеска, я заметила, что в этой тональной основе есть какие-то микрочастицы блесток, и, возможно, за счет этого тоже достигается вот этот вот эффект освежения, эффект сияния, потому что как такового сияния именно живого, влажного, она не дает. Она дает какой-то более натуральный финиш и, возможно, как раз-таки за счет этих блесток. То есть это скорее такой даже легчайший перламутр, который можно рассмотреть только если вот так вот просто зеркало к себе подставишь, тогда действительно они видны, а на расстоянии даже вытянутой руки вы никогда в жизни их не увидите на лице. Последние несколько слов я скажу еще о составе, потому что я сравнила состав всех трех, о которых я сегодня говорила, и он везде разный. И что касается Max Factor Radiant Lift, то здесь в составе вообще ничего плохого я не вижу, кроме талька. Но тальк для меня лично не представляет никакой угрозы, потому что я никогда не замечала, чтобы у меня поры как-то забивались от талька или была какая-то негативная реакция. Что с тальком, что без талька, абсолютно одинаково моя кожа выглядит, но я знаю, что у некоторых из вас прям очень сильная реакция на тальк, поэтому будьте внимательны при выборе, в этой тональной основе тальк есть. Что касается консервантов, основных каких-то ингредиентов, ничего я здесь не вижу такого сверхъестественного или какого-то противоречивого. Довольно обычный химический состав с силиконами, который можно встретить как в бюджетной косметике, так и в люксовой какой-то профессиональной. Как я и сказала, на часах сейчас час дня, и сегодня у меня, скорее всего, опять будет очень длинный и тяжелый день, поэтому мы с вами отлично проверим ее стойкость, и я предлагаю уже здесь без лишних прелюдий перейти к моим итогам в конце дня. Ну что ж, как я и подозревала, сегодня был очень длинный день, сейчас на часах 23.45, уже практически 11 часов эта тональная основа у меня на лице, и что я вам хочу сказать, вот сейчас я пододвину немножко зеркало ближе, в целом мне нравится, как продержалась эта тональная основа, сейчас она выглядит очень прилично, учитывая, что все-таки 11 часов она у меня на лице, я не считаю, что лицо как-то излишне блестит, или она как-то в каких-то местах потрескалась, или в целом как-то плохо выглядит. Единственный недостаток, который я заметила практически сразу, вот буквально в течение часа после нанесения, у меня возникло ощущение сухости и стянутости кожи, которая меня не покидала все это время, вот действительно такое достаточно неприятное чувство, и сейчас мне уже хочется просто как можно быстрее смыть ее с лица, потому что такое ощущение, вот знаете, вот когда очень долго ходишь в макияже, вот лицо как будто аж чесаться начинает, вот у меня именно сейчас такое чувство, и вообще в принципе на протяжении дня было достаточно дискомфортно, вот это, кстати, главное отличие между Estee Lauder Double Wear Nude и вот этой тональной основой, с Estee Lauder у меня не возникает такого чувства, вот просто напрочь, она очень комфортно носится, может быть из-за того, что она гораздо более тонкая по своей текстуре, тем не менее, чисто внешне она сухарем на мне все равно не выглядит, то есть она выглядит вполне даже такой сияющей, я бы даже сказала, то есть я не вижу, чтобы она где-то пересохла, где-то потрескалась, единственное место, которое мне не нравится, это мой нос, потому что там она выглядит, ну уже так достаточно пожившей, но это скорее даже проблема не этой тональной основы, потому что я сюда наслаивала еще консилер, и что-то он как-то не сильно подружился с этой тональной основой, но тем не менее, на всем остальном лице все в порядке, поэтому здесь скорее проблема несоответствия консилера и тональной основы, в общем-то, что я могу сказать в качестве заключения, эта тональная основа однозначно не подойдет для тех, кто не любит чувство сухости и стянутости, у кого есть такая проблема, у кого обезвоженная кожа, возможно сухая кожа, вот для вас это далеко не лучший вариант, если вы хотите стойкость, но в то же время, чтобы это выглядело натурально, или может быть какой-то даже легкий сияющий финиш, лучше обратите внимание на ту же Estée Lauder Double Wear Nude, если же такая проблема вас абсолютно не касается, и вы наоборот ищите что-то в бюджетном сегменте, что может продержаться на протяжении длительного времени, и вы ни с одной тональной основой таких чувств не испытываете, то в принципе можно попробовать, почему бы и нет, и еще один момент, о котором важно знать, помните, я в начале видео говорила вам о том, что у нее в составе есть какой-то мелкий шиммер, и если при дневном освещении, вообще в целом днем его не сильно видно, то при вечернем освещении, вот даже вот просто когда в ванну заходишь, то этот шиммер прям начинает играть на лице, и его даже так невооруженным глазом можно рассмотреть, а на этом у меня все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если так и было, не забывайте, пожалуйста, ставить палец вверх, потому что это позволяет моему каналу развиваться, также если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и присоединяйтесь к нашему сообществу, это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот, и также YouTube сейчас вам рекомендует некоторые другие мои обзоры, знаете что, я вам, наверное, оставлю обзор на Estee Lauder, чтобы вы его тоже посмотрели, и сравнили, насколько вам действительно эти тональные основы похожи, или может быть какая-то для вас будет значительно лучше, А если вы эти видео уже смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом выпуске через несколько дней.